Тема сегодняшнего урока – интернет. Как вы уже знаете, это безграничный мир информации, где вы можете найти много полезного для себя. Ангелина Николаевна, а что нам о нем говорить? Мы уже все знаем, причем, наверное, с самого рождения. А даже если чего-то не знаем, Google нам в помощь. Все да не все, Марк. И кроме хорошего, в виртуальном мире есть и плохое. Например, неправильное поведение в интернете может нанести вред не только тебе, но также твоим близким и родным. Поэтому, чтобы обезопасить себя в интернете, необходимо быть внимательным и соблюдать всего несколько простых правил. Минимум личных данных в аккаунте. Чем меньше фото и видео, тем лучше. Не пользуйтесь панелью «Запомнить меня» при вводе пароля. Не оставляйте своего местоположения в социальной сети. Периодически меняйте пароли аккаунтов. Не каждый вложенный файл в сообщении следует открывать, особенно если это письмо от незнакомцев. Никому не сообщайте свой логин с паролем и не выкладывайте их в интернет. Отнеситесь к ним так же бережно, как и к ключам от квартиры. Кроме того, в интернете есть и злоумышленники. Не сообщайте свой адрес и телефон незнакомым людям. И никогда не публикуйте их в открытом доступе. Никогда не высылайте свои фотографии. Помните, преступники могут использовать эту информацию против вас и ваших родных. Это может быть вымогательство, насмешки, угрозы. Если вам угрожают в интернете, не стесняйтесь сообщить об этом родителям. Помните, что цель угроз – испугать вас или обидеть. Никогда не участвуйте в травле и не общайтесь с людьми, которые обижают других. Проблемы и угрозы в соцсетях решайте через админов и модераторов. И всегда советуйтесь со взрослыми во всех указанных случаях.